здравствуйте друзья в вечерний час зачитываю вопрос здравствуйте михаил и светлана меня зовут константин мне 24 года я подписчик вашего канала уже около двух лет молодец очень приятно как бороться и не давать влиять на тебя новостям по телевизору в россии так а в любой стране вот как не давать значит я бы шире смотрел значит как не позволять средства массовой информации вот эту их ангажированность на тебя переносить такой вопрос по всем каналам где бы ни шли новости идет такая ужасная пропаганда и ненависть которые идут чуть ли не каждый час и при этом рекламируя их и показываю что-нибудь в новостях даже если ты их не смотришь и пытаешься избегать то все равно тебе попадется что-нибудь на глаза конечно мастера работают и ты начинаешь об этом думать и волноваться я не понимаю зачем правительство переносит всю эту ненависть и ложь на людей ну это не обязательно чтобы вы понимали конечно у них как бы сложные мотивы почему они там своими делами политическими не занимаются не перенося все это на людей ведь это принесет огромный вред на все поколение которое перенесет это на другое поколение вследствие чего россия в будущем не сможет построить нормальных отношений западными странами против которых ведется пропаганда и ненависть потому что это уже в головах люди им пофигу я вам сразу скажу даже нет они не мыслят этими категориями они сегодня свои дела решают и все их совершенно что вы я за то чтобы все страны налаживали отношения друг с другом не только политически но и внутри страны почему они не перестанут все это переносить на людей так весь смысл в том чтобы на людей в чем причина зачем им это нужно я не вижу смысла во всем этом если вы могли ответить на это письмо видео был бы очень признателен спасибо я я попробую что я могу сказать итак давайте мы начнем с средств массовой информации как защититься там и так далее я немножко уйду воспоминания потому что я-то ведь жил в советском союзе совсем не так давно было дело на самом деле помню как сейчас вот вам в то время знаете набор средств пропаганды был намного скромнее чем сегодня ну что тогда было телевидение да это это еще в стране где в общем то не было даже близко там стопроцентной электрификации то есть это еще далеко не всюду люди могли телевизор ты и посмотреть если еще до этого взять так там кроме радио ничего не было что было кроме радио а газеты еще были до газеты вот собственно такая история поэтому поскольку не было интернета в наше время и не было ну теоретически можно было бы сказать что если какую-то антенну там выкинуть куда-то далеко далеко высоко высоко то может быть можно было бы поймать там телевидение из финляндии да вот допустим там в эстонии или там день в питере может какие-то люди ловили я не знаю говорят но 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 нереально в москве уж во всяком случае что было альтернативного из области информации ну конечно были вот радио свобода там был немецкая волна голос америки bbc но в москве например конкретно их глушили то есть услышать хоть что-то было предельно сложно я могу сказать что я любил послушать со школьных лет надо же тогда запретный плодать сладок и процентов но может быть 20 было слышно а так нет поэтому доступа к альтернативной информации не было вообще никакого вот вы говорите как защитить себя там и чего-то так на самом деле сегодня-то очень легко себя защитить телевизор не смотри вообще не имеет дома так вообще не имей а имей компьютер и позволяй себе ходить значит только туда вот где проверенные какие-то источники информации то чему ты доверяешь сказать по правде я не то что большой исследователь скажем там рунета или там ну вот русскоязычной части ютюба это неправда я небольшой исследователь но из того что мне попадалось а мне все время ссылки шлют знаете ребята это прокомментируйте вот это или гад интересный сайт а я вот как вы относитесь вот к новостям вот в таком-то месте я почти ежедневно что такое получаю поэтому ну давно уже не припомню чтобы мне сказать а вот посмотрите вот на это я бы его уже не знал я хочу сказать что ни одного русскоязычного такого сайта я не знаю вот в сети куда бы я пошел сказал да это вот то место где вот там можно безопасно ходить и есть иммиграционные форумы конечно вот так как говорим про вес нам на который у нас первая ссылка под каждым видео это пожалуйста но если вы говорите про новостные сайты я как-то считал взвешенным там допустим эхо москвы но но сейчас у меня такого больше ощущений нет я раньше считал относительно взвешенным там допустим там как новую газету ну нет конечно нет я я сейчас вот нет поэтому что тут сказать да но опять это дело вкуса я я просто отсюда смотрю и я как бы не вижу среди американских источников я тоже не могу расслабиться почти нигде но вот относительно относительно такой расслабушный для меня это bloomberg потом но может быть вот правда английский считается хотя в основном все об америке то бы ты экономист хотя тоже уже там с гнильцой конечно вот и а дальше невозможно ничего cnn невозможно фокс невозможно и сайты газет есть вот допустим там вашингтон пост или там допустим лос-анджелес таймс нью-йорк таймс там есть очень серьезные ребята которые вот так как бы в бумажной прессе такое доступное в онлайне можно да вот уже начинаешь по именам примерно знать как бы доверяешь какому-то мнению подходишь смотришь так тяжело понимаете тяжело и они какие-то я даже не знаю не не хочется заниматься там подбором правильной терминологии для вот этого всего но они безусловно ангажированные безусловно не объективные хотя косят под объективность они безусловно пытаются людей куда-то вовлечь там на что-то настроить там и так далее конечно такой тотальной системы средств массовой информации вот как бы подчиненные одному источнику беспрекословно давайте а чуть что так и выкинут здесь такого нет но они по-разному тебя значит вовлекают поэтому конечно можно например по каждому вопросу читать там их пяток разным и это создает позволяет создать очень взвешенную картину я так тоже иногда делаю когда не могу понять что там происходит я читаю самых разных и тогда у меня как-то немножко уравновешивается в голове если мне интересно но опять-то я уже такой взрослый дядя а когда я молодым был кровь закипает вот так что что делать не не смотреть не не иметь вот на нашем канале я вижу людей постоянно мне готов меня 10 лет уже телевизора нет доме иначе вы спать не будете понимаете там идет очень много негатива вы спрашиваете а зачем это делается зачем вот власть людям навязывает какие-то понятия о жизни потому что власть манипулирует этими людьми когда зачем власти вообще людьми манипулируют потому что потому что если они не будут людьми манипулировать им не удастся сделать то что они хотят вот а дальше уже значит насколько хороши их там искать идеи которые они пытаются реализовать но в сегодняшнем мире где в общем то всем правят деньги или скажем так деньги это неправильно чудовищные деньги сказочные деньги вообще феноменально большие деньги значит в этом мире соответственно вот как то все так вот движется в этом в этом направлении и я я лично не вижу я пошел а вот в российской федерации это не деньги я что-то сомневаюсь как то вот больше того эти деньги почему-то они все вот на счетах там в иностранных государствах находятся вообще атас полный пойти вот сколько бы там не не влияло общественное мнение на общественное мнение пропаганда там допустим в сталинские годы да там брежневский но слушайте устали на же не но не было такого чтобы вот из страну вывозить там за рубеж что все его окружение только вот и норовила бы там много миллиардные счета тут этапы не было такого вот поэтому для того чтобы прикрывать какие-то вещи которые могут вызвать волнение недовольство создаются какие-то отвлекающие вещи ну какие отвлекающие на которые народ ведется эти разные народы ведутся на разные вещи вот допустим американская публика ведется на то чтобы надо спасать вот хороших людей которых обижают плохие где-то там на другом конце света вот американская публика на это очень хорошо ведется ну или вообще там сирых и убогих спасать или там пострадавших от того или от этого вот их надо всех спасать вот этот вычет тут все хорошо народ готов помогать любит помогать демократию тоже ну в хорошем смысле они говорят но если у нас вот мы пожинаем плоды демократии вот мы так живем почему же другие люди тоже хотят они искренне верят что другие люди тоже хотят поэтому и им легко вот на этом чем-нибудь подсунуть сыграть раскрутить там на какие-то деньги деньги могут пойти на допустим создание построительства завода где-нибудь а могут пойти на строительство там допустим на на бомбежки чего-нибудь это же нет ни суть важно смотря так сказать какими средствами мы несем это добро людям которые только о нем вот и и думают и ждут что мы придем вот в россии там свои какие-то ценности значит в ираке свои но обратите внимание что в общем-то у у диктаторов всегда была хорошая поддержка вот у многих но не всегда вот у многих была у гитлера была замечательная поддержка вот как только избавились от всех там кто мешал удивительно единодушие было вот сталинский режим тоже страшное дело ну конечно там не все пережили то есть очень многие даже кто пережил там на зоне оказались тогда но какое единодушие давайте почему соответствовало каким-то глубинным вещам давайте ты не можешь быть диктатором против всего народа это так не получается ты должен сыграть на чем-то вот они играют на том на чем этот народ ведется на что он ведется вот собственно и все поэтому у них свои задачи они их решают для того чтобы мне мешали их решать они манипулируют там каких-то массами значит первое если вас расстраивает это ну так выключите телевизор вообще не имейте это первое второе знаете я вот на курсе сейчас был у михаила бородянского и там была одна такая история я вспомнил когда-то давно я когда начинал слушать всех этих motivational speaker и вот они там говорят там есть такая тема что вот благодарность надо быть благодарным gratitude да вот когда ты говоришь спасибо когда ты признательна ради религия она же она же стоит на этом утром проснулся но я не знаю как в каких но это пер там иудей проснувшись утром значит благодарит бога что-то дал дал ему еще один день жизни сели за стол поблагодарили за то что бог еду послал понимаете если ты искренне это делаешь если ты реально благодарит как как много хорошего случается в твоей жизни вот этот gratitude благодарность этот позитив который который мы сами создаем своей жизни мы можем просто скушать и пойти а можем поблагодарить это будет другая еда и она по-другому усваивается организмом и и и много-много чего еще там наслаивается так вот мы в нашей жизни понимаете вот представьте себе что мы с вот у бородянского такой пример что вот у тебя remote control и ты с помощью remote control меняешь картинку там на экране ну меняешь жизнь в которой ты живешь и вот получается так каждый раз как негатив какой-то в жизни и ты его фиксируешь ты кнопочку в негатив нажимать 1 1 1 там 10 раз в день нажал кнопку в минус потому что случаются негативные вещи а когда случаются позитивные вещи когда есть чему радоваться ты где так это же нормально это же нормально что допустим солнышко светит а не ливень а это же нормально что допустим проехал там в колдобину не въехал это же нормально что тебя пропустили но это же нормально что тебя пропустили на дороге то ну что ее мое а вот если бы не пропустили это был бы в минус так вот я к чему говорю что попробуйте такое упражнение сделать я понимаю нас много народу на канале и наверное многие попробуют расскажите что получится но вот скажите себе я значит отмечаю положительные события я вот нажимаю эту кнопочку в плюс 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 позитив а телевизор вообще не смотрите и в интернете смотрите ну читайте изучайте то в такие источники которые вам ну как бы у вас вызывают доверие вот вот и все другого рецепта нет может есть я не знаю счастливо